В январе этого года наш любимый город отметил 80-летие со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. И это не просто красивая дата. Воронеж провел в оккупации страшные 212 дней, а после чего враг был разбит, а столица Черноземья снова стала свободной. Для многих Воронеж это бесспорный город-герой, но официального звания у него нет. Давайте узнаем, что думают сами воронежцы об этом. Воронеж заслуживает звание город-герой? Естественно, но я об этом у себя писала в блоге много раз, не знаю с какого, с 2016 года. Совсем недавно один из моих читателей направил обращение в администрацию президента. Вот буквально несколько дней назад ему прислали ответ. Ответ такой. С юридической точки зрения нельзя, потому что присвоение звания города-героя закончилось в 1988 году. Мое мнение, значит, если с юридической точки зрения нельзя, если по закону нельзя, надо по справедливости. Вот. Потому что не суббота для человека, а человек для субботы. То есть по справедливости Воронеж заслуживает звание героя, города-героя. Потому что это второй Сталинград, Сталинград-на-Дону. Потому что битва за Воронеж шла дольше, чем битва за Сталинград. Потому что это один из двух городов. Первый Сталинград, второй Воронеж, где линия фронта проходила непосредственно по городу. Обязательно заслуживает. Вот. Если портовая шлюха Одесса, извините, носит звание города-героя, а Воронеж город воинской славы, это несправедливо. Да, конечно. Я сама родом из Ленинграда. И вообще бываю в разных городах. Потому что у меня дочка занимается танцем во всех городах России. Я считаю, однозначно заслуживает. Ну, во-первых, потому что мой дедушка воевал. У меня мама отсюда, из Воронежской области, из Батурлиновского района. Мой дедушка воевал. Моя бабушка работала на тракторе во время войны. Помогала фронту. Ну и, в общем-то, я знаю людей, героев Советского Союза, которые проживают на территории Воронежской области. Я знаю то, что здесь велись бои во время войны. И я думаю, что даже непосредственная близость Курской дуги, ну, скажем так, к нашему региону, говорит о том, что вообще центральное Черноземье — это однозначно вся территория, города, области героя. Однозначно. Я считаю, конечно, мне вообще обидно, почему наш город не имеет статуса города-героя? Да, конечно. Ну, потому что столько он выдержал такую, скажем, осаду. Столько после Питера мы вторые идем по количеству. Потерявших? Нет, не потерявших по количеству дней блокады. И город не был сдан. Столько, скажем, и партизанское движение было по Воронежской области. И в том числе и добровольческие отряды в Воронеже участвовали в освобождении, защите, и помощь оказывали армии. Я считаю, что да. Конечно, почему? Ну, потому что здесь тоже были бои во время войны. Я вот, что меня это очень затрагивает. Он должен быть герой. Конечно, заслуживает. Он такие кровопролитные бои тут шли. У нас дача в Гнездилово, там памятник десанту стоит, который освобождал эту деревню. И жители говорят, что до сих пор находят останки. солдат. Поэтому, по-моему, его надо причислить наравне к Сталинградской битве. Хоть я не из Воронежа, но слышу информацию и читаю. И поэтому, конечно, он заслуживает. И потом, как пострадали жители Воронежа? Какой он был разрушенный? Его восстановили. Обязательно. Потому что в блокаде был 900 с чем-то дней. Точно не помню. И это давным-давно надо было бы сделать. Но у нас, видно, кто-то плохо работает. Я так думаю. Ну, а кто плохо работает, это, я считаю, руководители или, может быть, погибли люди. Те, которые освобождали Воронеж, которые все это знают. Заслуживает звание город-герой? Конечно, заслуживает. Ну, во-первых, какие военные действия проходили вокруг города, это всем известно. И, я думаю, защищали нашу родину, наши же прадеды, деды. И вообще все города, мне кажется, заслуживают такого звания. А вот ваши родственники воевали? Вот дедушки, бабушки. Да, прадедушка у меня дошел до Берлинской стены. Даже оставил там, ой, оставил даже там свое послание.